Конечно же, может быть, в России были силы, которые хотели бы, что эта война была, которые готовились к этой войне, но тем более, когда ты знаешь, что есть силы, которые тебя хотят провоцировать, ты не должен быть спровоцированным. То есть эту войну можно было избежать на все 100%, я это заявляю, полной ответственностью, я это знаю, и придет время, когда будет объективное расследование этой войны, и обязательно по полочкам будет разложено все, почему случилось то, что случилось. Если проводить параллели с тем, что происходит сейчас на востоке Украины, вот этого военного вторжения тоже можно было избежать? Конечно, однозначно, и я предупреждала украинское руководство, и не только украинское руководство, но и наших западных коллег и друзей, что ситуация может развиться в самом неблагоприятном русле. Конечно же, можно было этого избежать, однозначно можно было бы этого избежать, если бы украинское руководство один в один не повторял те ошибки, которые допускал в свое время Саакашвили. Нельзя со своим народом разговаривать языком оружия, нельзя было объявлять, хорошо, но можно было их называть сепаратистами, хотя эти люди себя сепаратистами не считают, и они до сих пор говорят, что они готовы жить в едином украинском государстве. Но о какой антитеррористической операции вообще шла речь на Донбассе и в Луганске? А какой антитеррористической? Где были эти террористические атаки? Нельзя было с этими людьми говорить как с террористами, как с врагами. Нужно было поехать туда, нужно было убедить этих людей ни в коем случае не брать в руки оружие, и тогда, я вас уверяю, этого конфликта бы не было. А когда на второй день после победы Майдана было объявлено, что русский язык нужно запретить в стране, где более половины населения говорит на русском языке, и где очень большое количество людей себя считают русскими, и есть они русские, говорят на русском, это была самая большая ошибка, если не преступление. И, конечно же, власти и лидеры революции должны были сделать все для того, чтобы эта ошибка не перерисла в трагедию. Но они были заняты единственным, они были как бы заняты тем, чтобы доказать Западу, что они являются самыми-самыми антирусскими и прозападными, и остальное они уже упустили. И выходит, что аннексии Крыма можно было избежать? Безусловно, я в этом абсолютно уверена. А каким образом? Просто нельзя было доводить ситуацию до такой степени. Вы знаете, я совершенно не поклонник Януковича. Я считаю, что господин Янукович является примером, каким не должен быть президент, как не должен действовать президент, какие шаги он не должен предпринимать. Но, тем не менее, давайте вспомним договоренности, которые были достигнуты непосредственно перед переворотом, назовем так, или перед революцией, как хотите. Он же согласился на предложение трех министров иностранных дел европейских относительно досрочных президентских выборов, относительно изменений в Конституции, относительно коалиционного правительства. Так зачем нужно было так спешить? Неужели нельзя было с февраля до сентября подождать и провести досрочные президентские выборы? Ведь можно было бы избежать всего того, что произошло. Нет, кому-то очень нужно было, чтобы этот процесс пошел по-другому, и кому-то очень нужно было, чтобы максимально высоко поднять антироссийский флаг. Ведь этим ничего хорошего не происходит. Не надо ни с кем бороться, нужно только осуществлять интересы своего собственного государства. Вот и все. Как вы считаете, что можно, а что нельзя в отношениях небольшого постсоветского государства с Россией? Что никогда нельзя делать? Что опасно делать? Вы знаете, не надо дразнить Россию. Вообще не надо дразнить никого, даже маленького соседа. Потому что навредить может каждый. Нужно пытаться искать пути выхода из любого конфликта, из любой ситуации. Нужно добиться того, чтобы сосед, малый или большой, уважал твои национальные интересы. И не надо кричать об этом. Нужно просто вести нормальный диалог. Нужно пытаться дать понять, что есть общие интересы. И безусловно, у всех государств в мире, которые являются соседями, у них есть общий интерес. Не может не быть общего интереса. Например, несмотря на то, что очень многое в Грузии, у Грузии и России во многом, может быть, не совпадают интересы, есть интересы, которые однозначно совпадают об интересах обоих государств. Например, это мир на Кавказе. И для того, чтобы на Кавказе и на Северном, и на Южном был мир, необходимо координировать какие-то действия. России нужно, чтобы Грузия была доброжелательным соседом. Потому что это важно для мира на Северном Кавказе. Это можно в хорошем смысле этого слова использовать для улучшения интересов. В принципе, если смотреть, России невыгодно поддерживать сепаратизм. Это же ясно, потому что Россия является федеративным государством. Так нужно уметь... Она поддерживает сепаратистов? Нужно сделать так, чтобы она не поддерживала сепаратизм. Но это не получится силой. Это не получится криками относительно членства в НАТО. Это не получится криками относительно того, что Россия такая, плохая или так далее. Потому что это не политика. Политика это совершенно другое. Политика это то, когда сейчас, несмотря на то, что у России и у Соединенных Штатов есть во многих вопросах радикально различные мнения, интересы и видения, они все равно ведут диалог. Они все равно сотрудничают в тех сферах, которые важны для обоих государств. То же самое можно сказать про европейские страны. Есть различия между позицией Германии и России. Тем не менее, канцлер Германии приезжает в Россию, разговаривает с президентом Путиным. Так и должно быть. Так почему же Грузия не должна разговаривать? Тем более Грузия, и такая страна, как Грузия, не может тебе позволить не разговаривать с соседями. Надо говорить, надо вести такой диалог, который тебе даст максимальные результаты. И надо убедить Россию, что для него более выгодно иметь нормальные отношения с Грузией, чем поддерживать сепаратизм или какие-либо другие процессы, негативные процессы. Ваш визит в Москву как раз был связан с этим. Вы были в России недавно совсем о приглашении председателя Государственной Думы. И привезли, так сказать, послание от представителей высокопоставленных российских властей, грузинским коллегам, что можно начать диалог для того, чтобы как-то выйти из тупика российско-грузинских отношений. Это послание было передано, приняли его в Грузии. Нет, это послание просто никто не захотел слушать. Почему? Ну вот не знаю, спросите у представителей грузинской власти. Ведь это же тоже показатель ненормальности ситуации, которая сейчас есть в Грузии. Вы знаете, ну, можно было как минимум выслушать. Ведь выслушать эти предложения ни к чему не обязывало представители власти. Они могли сказать, что да, мы выслушали госпожу Бурджонадзе, но нам не показались эти предложения важными. Или нам не показались эти предложения реалистичными. Но они даже испугались выслушать, чтобы, не дай бог, кто-то их не назвал прорусским политиком. Вы знаете, когда для тебя важнее интересов своего государства то, что на тебя как-то косо не начали смотреть кто-то со стороны Запада или со стороны других направлений, то это уже то, что совершенно неприемлемо для государственных интересов. Тем более, что я всегда слышала со стороны наших западных партнеров, что Грузия должна договариваться с Россией, что Грузия должна вести прямой труд. Что реально может Грузия получить в результате этих переговоров? Возвратить оккупированные территории или предотвратить захват новых? Ну, вы знаете, во-первых, были случаи, когда я думала, что хуже не будет. Но в 2008 году оказалось, что может быть еще и хуже. Поэтому, во-первых, в первую очередь, всегда нужно думать, чтобы не было хуже и чтобы не навредить. А во-вторых, безусловно, нужно думать о том, как улучшить тот статус-кво, который существует сейчас и который совершенно неприемлем для Грузии. Я абсолютно уверена, я встречалась с высшим российским руководством, я знаю. И я это говорю с полной ответственностью. Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией. Россия заинтересована в том, чтобы эти отношения вошли в нормальную колею. И ареал для того, чтобы достигать определенных позитивных результатов, он есть. Это не значит, безусловно, что даже если я завтра приду к власти, через год или через шесть месяцев все проблемы российско-грузинских отношений будут решены. Это говорить просто несерьезно, настолько, к сожалению, проблемы глубокие и практически зашли в тупик. Но постепенно выходить из этого тупика, я абсолютно уверена, что возможно. Просто нужно иметь политическую волю, не бояться, что тебя могут назвать пророссийским. Вот я хотела спросить, вы говорите про это клише, про ярлыки пророссийского политика. Как вам приходится в грузинской политике? Нелегко, наверное? Вы знаете, с самого начала, когда впервые меня начали называть прорусским, у меня это вызвало улыбку. Потому что это как-то совершенно не вписывалось ни в мой имидж, ни в мою позицию. Потом уже, когда начались не только как бы так мелком такие клише появляться, а уже начались обвинения конкретные. Ну, конечно, это неприятно. Конечно, это болезненно. Тем более, когда у тебя есть дети, у тебя есть семья, у тебя есть единомышленники, которые как бы получают вот этот вот черный пиар клише предателя Родины. Ну, вы знаете, когда ты в политике, ты должен себе спросить, вот что ты делаешь. Это правильно? Это соответствует твоему внутреннему состоянию, внутренней вере или нет? Я просто абсолютно уверена, что то, что я сейчас сделаю, это абсолютно правильно. И что другого пути просто нет. Я еще раз могу подчеркнуть, назовите мне хоть один случай в мировой истории, может быть, я чего-то не знаю. Назовите мне один случай, когда территориальные споры и вопросы были решены без диалога. Так нужно или, еще раз повторяю, или воевать с Россией, и с Абхазией, и с Южной Осетии одновременно, что абсолютно исключено, и абсолютно невыгодно, и нереалистично, и как бы непрагматично, или нужно разговаривать. Если кто-либо знает какую-либо другую дорогу объединения страны и урегулирования проблем, пожалуйста, скажите. Я хотела поговорить с вами про аннексию Крыма. Вот вы неоднократно говорили, я процитирую. Крым сейчас является частью России и больше никогда не станет частью Украины. И что Украине нужно думать о том, чтобы не потерять еще больше территорий. И что крымская история — это бесповоротная ситуация. Можно ли тогда, если провести, может быть, это не очень корректные параллели с Абхазией и Южной Осетией, что это тоже бесповоротная ситуация? Нет, параллели проводить нельзя и не надо, потому что это просто неправильно. Во-первых, в истории не бывает абсолютно единичных примеров. А что касается Крыма и Абхазии и Южной Осетии, это абсолютно разные вещи. Потому что, во-первых, в Крыму население практически 95% — это не прорусские, а русские. Это нужно было тоже учитывать украинскому руководству. Я уж не говорю про историю, кому кто что принадлежал. Это для современного международного права, естественно, не является показателем и правильно. Давайте скажем, в Крыму был проведен референдум. И никто практически реально не ставит под сомнение этот референдум, потому что в нем принимало участие практически 90% населения. Мы прекрасно знаем, какой был результат. В Абхазии и в Южной Осетии была проведена этническая чистка. То есть референдумы и выборы там были проведены после того, как коренное население. В Абхазии где-то 350 тысяч беженцев, а в Южной Осетии где-то 150 тысяч человек были выдворены из страны. Давайте вернем этих людей в Абхазию и в Южную Осетию, проведем референдум. И уж потом поговорим, если они проголосуют за независимость Абхазии и Южной Осетии. Нам придется это признать. Но я не думаю, что 350 тысяч человек, которые были изгнаны из Абхазии, и 150 тысяч человек, которые были изгнаны из Осетии, проголосуют за независимость. Я уверена, что они проголосуют за единое, достойное сосуществование в рамках единого грузинского государства. Поэтому, если кому-то интересно, давайте вернем этих людей, и все будет ясно. Вы верите, что эти территории будут грузинскими? Да, эти территории есть грузинские, и они есть совместно грузинско-абхазские и грузинско-осетинские. Я не буду это разделять, потому что для меня Абхазы и Осетины, они такие же мои сограждане, и такая же плоть и кровь для меня, как и любой другой представитель грузинской нации. Просто действительно очень больно и обидно, что случилось так, что мы допустили такие трагические ошибки в наших отношениях, что вот эта многовековая, не то что дружба, но родство, оно было разрушено. И, к сожалению, доверие было потеряно между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами. Это самое страшное. Но я очень надеюсь на то, что восстановить это доверие будет возможно. Но в первую очередь для того, чтобы восстанавливать доверие, нужно просто признать свои ошибки. Я ни в коем случае не буду говорить, что только Абхазы или только Осетины или только грузины виноваты в том, что произошло. Мы виноваты все. Конечно же, здесь была, безусловно, и мина, которая была заложена еще со времен Советского Союза, которые очень хорошо использовали российские спецслужбы. Но мы, грузинская нация, поскольку мы являемся титульной нацией, поскольку мы являемся больше по количеству, мы обязаны сделать первый шаг, мы обязаны брать большей ответственности за то, что мы не смогли избежать эту трагедию. И не надо этого бояться, потому что извинение или признание своих ошибок – это не знак слабости. Это, наоборот, знак того, что ты силен, ты не боишься, и ты достаточно умен не повторять эти ошибки в будущем. Вот именно поэтому я считаю, что, например, Саакашвили должен быть наказан за то, что произошло в 2008 году, потому что когда ты бомбишь свой собственный город, спящее население, ты должен за это ответить. И если ты за это ответишь, уже и в Абхазии, и в Южной Осетии люди будут уверены, что ни один грузинский руководитель никогда больше не посмеет поднять руку на собственный народ. В одном из интервью вы говорили про русского солдата, победить которого у маленькой Грузии практически нет шансов. В августе 2008 года вы боялись русского солдата? Вы боялись Россию? Вы знаете, я не могу сказать, что я кого-то боялась. Я боялась за то, что я видела, что происходит на нашей территории. Ну, конечно же, если солдат, то будет то русский или другой, возьмет в руки оружие и направит это на твою маленькую страну. Любого такого солдата и любой такой армии нужно бояться. Просто не нужно до этого доводить ситуацию. Ни в коем случае. Ведь было ясно. Вы знаете, вот меня просто до крайности возмущало то, когда я доказывала окружению Саакашвили, что нельзя воевать с русскими. Ну, нельзя воевать с русскими. Они воевать умеют. Но они же это доказывали не раз. Тем более нельзя воевать с Россией, маленькой Грузией. И когда я получала в ответ, что, может быть, у России много танков, но они ржавые, и что один грузинский солдат победит 50 русских солдат, ну, это же совершенно неадекватная оценка ситуации. Во-первых, ну, 21 век. Как можно было вообще говорить относительно войны с Россией? Ну, вы понимаете, здесь это же вообще выходит за рамки разумного. Ни Соединенные Штаты, ни Китай, ни Германия, ни одна здравомыслящая страна никогда не захочет воевать с Россией. Так почему маленькая Грузия хотела этого? Потому что кому-то нужна была в Грузии победоносная война. А на Западе кое-кому нужна была агрессор Россия, которая борется против маленькой Грузии. Я с абсолютной уверенностью могу сказать, что Саакашвили не такой глупый, чтобы он начал эту войну без какой-то поддержки. Были на Западе силы, которые его подстрекали, которые его уверяли в том, что в случае нападения России они пошлют натовские самолеты на защиту Грузии. Такие политики тогда и сейчас на Западе были. Я не говорю об официальном руководстве Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты тогда однозначно говорили, что мы не должны ходить в открытую конфронтацию с Россией. И в Соединенных Штатах, и в Европе были люди, которые это подстрекали. Вы уже сформулировали, чего нельзя делать в отношениях с Россией. Нельзя дразнить. А вот еще пять пунктов. Что нельзя делать в отношениях с Россией? Нельзя дразнить. Вы знаете, я не думала. Мне кажется, нельзя делать то, что нельзя делать с любым другим государством. А что, дразнить маленьких соседей можно и нормально? Конечно, нет. Игнорировать законные интересы. Я подчеркиваю слово «законные». Законные интересы, которые признаны тем же самым международным правом. Нельзя игнорировать законные интересы какого-либо другого государства. Ни маленького, ни большого. Нельзя строить безопасность собственного государства за счет безопасности другого государства. Тем более соседнего государства. И так далее. Вот меня сейчас будет сложно как-то перечислить, может быть, в ходе нашего разговора придут еще другие вещи, которые нельзя обманывать. Вообще нельзя обманывать, ни в человеческих отношениях, ни в политике, а тем более, когда ты маленькая страна и собираешься перехитрить большую страну. А Саакашвили несколько раз обманул, попытался, вернее, обманывать. Нельзя этого делать. Вы сказали как-то, что Путин не является врагом Грузии. Поддерживаете ли вы отношения с Владимиром Путиным? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что значит поддерживая отношения. Я надеюсь, что у меня будет встреча с ним еще в будущем, потому что я считаю, что те встречи, которые не были очень важными, очень интересными. И я действительно вижу, что этот человек не является врагом Грузии. Во-первых, вы знаете, он серьезный политик, наверное, об этом никто спорить не будет. Поэтому в силу своей серьезности он просто не может быть или врагом, или другом какого-либо государства. Он является представителем своего государства и борется за интересы своего государства. А еще очень прагматично, как бы, почему он должен быть врагом Грузии. Просто у него, естественно, есть, его государство есть интересы не только в рамках собственных границ, но за пределами границ собственного государства. Это, как бы, признак любого большого государства. А что, у Соединенных Штатов нет интересов вне границ Соединенных Штатов? Они прямо заявляют, что у них есть интересы и в Афганистане, и на Ближнем Востоке, и в Грузии, и в других государствах. Просто целью маленьких государств должно быть, чтобы эти интересы, они не вредили национальным интересам маленьких государств. Вот и все. Можно ли с ним вести конструктивный диалог сейчас? Конечно, однозначно. Если бы с ним нельзя было вести диалог, к нему бы не приезжали Меркель, Керри и остальные представители мировой политики. Поэтому я даже не считаю, как бы, правильным вообще ставить так вопрос. Он серьезный политик, и он человек, который, по моему опыту, держит свое слово. Во всяком случае, то, что он нам в свое время в Грузии обещал, он выполнял. Много работали в европейских структурах, были вице-президентом парламентской ассамблеи АБС. Если бы сейчас вы были в руководстве Евросоюза, что бы вы сделали в первую очередь, чтобы остановить войну в Украине? Во-первых, я бы не довела до той ситуации, которая произошла. Потому что я в нашем предыдущем разговоре вспомнила эту встречу Януковича с тремя министрами иностранных дел. Мне кажется, что Евросоюз поставил в очень неловкую ситуацию себя и в крайне неловкую ситуацию тех министров, которых он направил. Потому что была достигнута договоренность вечером, а на утро эта договоренность просто была выброшена в мусорную корзину. То есть что это значит? Что таким договоренностям нельзя верить? Мне кажется, или не надо было эти договоренности вести, а вернее надо было, и надо было их доводить до конца. Надо было сделать все для того, чтобы в Украине не разгорелся тот костер, который разгорелся. И нужно было вести просто умную политику. Все прекрасно знали, что Украина не будет членом Евросоюза и Украина не будет членом НАТО. Нужно было говорить о реалиях. Нужно было говорить... Я, между прочим, сказала... Вы помните, когда Янукович сделал заявление и сказал, что хорошо, мы готовы подписать ассоциированное соглашение, но Украине нужны, я не помню, сколько-то миллиардов для того, чтобы компенсировать потери, которые Украина может получить. Предложение было сказано, что Европа готова выделить какие-то десятки, по-моему, миллионов вместо этих миллиардов. Я тогда задалась вопросом, а реально Европа хочет, чтобы Украина подписала этот договор или нет? Это очень сложный вопрос. Вы знаете, ведь действительно было очень легко предугадать, что может произойти в стране, если будет такой раскол. Нужно было просто идти поэтапно, не надо было спешить. Наш проект называется «Россия и я». Какая она, Ваша Россия? Президент Армении, второй президент Армении Роберт Кочерян сказал, что его Россия — это русская культура, русская литература. Ваша Россия какая? Ну, да, конечно, русская культура, литература, музыка — это, безусловно, очень важно. И меня очень сильно беспокоит то, что, вы знаете, невежество вообще — это самый большой враг человека и государства. И, к сожалению, за последние годы самой большой проблемой в Грузии, особенно среди молодежи, стало именно вот это невежество. Потому что они просто, исходя из того, что они не знают Россию, не знают российскую культуру, они абсолютно игнорируют все. То есть они все видят в темных цветах. С другой стороны, нельзя ослепляться прекрасной российской культурой и видеть столько, как бы в ярких цветах. Безусловно, Россия, так и как и другая любая страна, она имеет и черные, и белые цвета, и разные оттенки этих цветов. Вы знаете, дошло дело до того в Грузии, что министр культуры Грузии, культуры или образования, ну, неважно, в принципе, в этом плане это одно и то же. Министр образования заявил, что, а зачем учить русский, и зачем читать Достоевского и Толстого, на самом деле они не такие великие писатели. То есть вот когда дело доходит до такого абсурда, когда в стране начинают игнорировать Толстого, Достоевского, когда говорят, что музыка Чайковского плохая, потому что это русская, то это ни к чему хорошему просто не приведет. Но еще раз повторяю, но этим нельзя ослепляться. Россия, она разная, она многоликая, и нужно это понимать, и нужно постараться как раз ее хорошо знать. В России и у России есть очень много качеств, которых я очень уважаю и ценю. Безусловно, есть очень многое или многое, скажем так, что мне не нравится или для меня неприемлемо. Но это не потому, что это именно Россия. Очень многое исходит из того, что это супердержава. И у супердержав, у них есть очень многие сходства, потому что это государства, которые сильны, у которых интересы выходят за рамки собственных государств. Вот Грузия маленькая, наши интересы, они не выходят за рамки наших территориально признанных границ. Но, с другой стороны, было бы идеалистическим, если бы мы требовали, чтобы Россия смотрела только внутри своей собственной границы. Этого не может быть, потому что этого нет, этого не было никогда. Это когда Британия была империей, она тоже выходила за свои рамки, Испания, Соединенные Штаты, большие государства. Это нужно просто учитывать, это нужно принять как факт и учитывать. Если говорить про вашу Россию, могли бы вы назвать три имени российских политиков, которые представляют вашу Россию? Нет, вы знаете, это было бы совершенно неправильно, потому что российские политики не могут представлять мою Россию. И это не моя Россия. А которые для вас олицетворяют Россию? Ну, вы знаете, если смотреть прагматично, Россия — это сегодня Путин и его команда. Если смотреть в исторические недра, то другие представители, которые представляли российские... Это неправильно, я не должна говорить об этом. Это российские представители, это российские граждане должны говорить, кто для них, для их России является как бы олицетворением их России в политике. А для меня это совершенно другое. Для меня это Россия сосед, которую я хорошо знаю, которую я уважаю. Где-то отношусь осторожно, потому что понимаю, что у них есть интересы не только схожие с интересами Грузии, но и расхожие с интересами Грузии. И для меня Россия — это сосед, с которым нужно договариваться. Нужно вести нормальные отношения, и с которым я знаю, что можно договариваться. Это сложно, это тяжело, но это возможно. Я отвечаю за свои слова. У вас в библиотеке несколько книг о Маргарите Тэтчер и ее портрет с подписью на стене в вашем кабинете. А чему она вас научила? Чему вы научились от нее? Обсуждали ли вы отношения Грузии и России, когда встречались? Да, на последней встрече я очень хорошо помню, эту встречу. Вы знаете, мне сложно сказать, чему я от нее научилась. Потому что учишься, наверное, более или менее от всех. Чему-то учишься, что-то понимаешь, что ты не должна так делать. Но одно из главных, что бы я сказала, например, относительно госпожи Тэтчерна, это сила воли и это ее готовность выслушивать самые оскорбительные вещи в свой адрес, самые жуткие оценки ее как личности, ее политики ради того, чтобы Британия встала на ногах. И вы, наверное, прекрасно помните, как ее ругали, как ее чернили, как ее обзывали самыми страшными словами. Но тем не менее политика Тэтчер, которая тогда была крайне непопулярной, и не только в Великобритании, сделала Великобританию опять же Великобританией, потому что она уже далеко не была Великой Британией. То есть вот эта выдержка, она очень важна. И я очень хорошо помню нашу как раз последнюю встречу, когда я с ней говорила, как раз тогда были еще один виток такой был, осложнение российско-грузинских отношений. И я помню, что я спросила у них, вот как вы думаете, вот как должен себя вести представитель маленькой Грузии в отношениях с Россией? И она так, ну буквально, наверное, секунду задумалась, и она сказала, нужно быть твердой, но умной. И только тогда, говорит, вы сможете добиться успехов в отношении с Россией. Вот я и считаю, что наша страна должна твердо защищать свои интересы, но с умом. Потому что когда силы нет, ума уж очень надо. Вы много критически говорите о своем бывшем соратнике Михаиле Саакашвили. И вот как-то в интервью, в одном интервью говорили, что своим поведением Александр Лукашенко, руководитель Беларуси, импонирует мне больше, чем Саакашвили. Хотя бы потому, что говорит искренне, не прячется за ширму демократии, как это делает Саакашвили. И вы также заявляли, что Лукашенко уже не последний диктатор Европы. И называли последним диктатором Европы Михаила Саакашвили. А кто сейчас, с вашей точки зрения, последний диктатор Европы? Вы знаете, я не знаю. Мне очень сложно сейчас говорить, потому что я не настолько хорошо владею ситуацией. Но то, что Саакашвили был настоящим диктатором, это для меня абсолютно ясно. И было совершенно непонятно, почему, например, Лукашенко был под яростной критикой западных наших друзей, а Саакашвили был чуть ли не маяком демократии. Вот вы знаете, вот этот двойной стандарт, который меня очень разочаровал, когда я сама уже очень открыто с этим столкнулась. Потому что Лукашенко можно было критиковать, потому что он как бы занимает прорусскую и пророссийскую позицию. А раз Саакашвили поднимал антирусский флаг и говорил про западные ценности, ему можно было все. Ведь должно было как раз наоборот. Лукашенко критиковали не за пророссскую позицию, а за... Нет, Лукашенко критиковали именно... За нарушение прав человека. Нет, я с вами не согласна. Тогда должны были критиковать и Саакашвили. Вот если бы Лукашенко был прозападным политиком, его бы меньше критиковали. Пусть даже при той ситуации, которая была и есть в Беларуси. Я просто сейчас не знаю, какая там ситуация. Потому что то, что делал Саакашвили, для меня было абсолютно ясно, и для всех, кто владел ситуацией в Грузии, что это ничего общего с демократией не имело. Это и закрытие средств массовых информации, и разгром телевидения, это контролирование всех медиасредств, это полный контроль над бизнесом, полный контроль над судами и прокуратурой. Десятки, десятки политических заключенных, которые были признаны политзаключенными уже и в Страсбургском суде по правам человека. Тысячи незаконных заключенных, тысячи и десятки тысяч людей, у которых государство отняло собственность, нарушая этим конституцию Грузии. И Саакашвили был демократом только лишь потому, что он ругал Путина. Иначе это объяснять невозможно. И, между прочим, вот этот двойной стандарт, который увидели грузинские жители и граждане Грузии, очень сильно навредил Западу и имиджу Запада, потому что люди поняли, что если ты себя называешь прозападным политиком, тебе можно все. Ты можешь пытать людей в тюрьмах, насиловать их, убивать, но тебя критиковать не будут. Это было очень большой ошибкой. И, например, та же самая схема коррупции. Сейчас Саакашвили много говорит о коррупции в Украине. И его назвали борцом номер один против коррупции. Однако даже в докладе гостепартамента Соединенных Штатов в 2010 и 2011 годах черным по белому было написано, что в Грузии, да, на нижнем и мелком уровне коррупции она побеждается, но растет элитарная коррупция. А именно президент является ответственным за элитарную коррупцию. Как вы считаете, вот сейчас украинский публицист Виталий Портников написал о Саакашвили, что он реформатор, но не демократ. И это надо понимать. Вот получится ли у Михаила Саакашвили искоренить вот этот низовой уровень коррупции в Украине? Низовой, наверное, получится. Вы знаете, я вообще человек, который очень пытается быть объективным. Ну, может быть, это не всегда получается, потому что я тоже, да, человек. Но я действительно пытаюсь быть объективным. И Саакашвили, безусловно, неоднозначная фигура. Он абсолютно не демократ. Он не то что не демократ, он вообще диктатор по натуре. И для него все эти демократические ценности, они совершенно ничего не значат. Он растоптал все эти ценности в Грузии. Но, безусловно, он реформатор, безусловно, он серьезный политик. К нему можно применить эти слова «политическое животное», потому что он прекрасно чувствует и чует политические перемены и любой ветер в политической жизни. Да, реформатор, да, ему удастся что-то сделать, безусловно, так как ему удалось что-то сделать в Грузии. Ведь не все было плохо во время нашего управления, в том числе и я была тогда. Многое было сделано правильно. Например, уменьшение бюрократического аппарата. Действительно, искоренение вот этой коррупции на низком уровне. Но, вы знаете, всему есть же своя цена. Ведь самое главное — это спросить. Да, это было сделано. Да, построена была дорога. Да, была инфраструктура улучшена. Да, гаишники не брали взятки. Но какой ценой? Вы знаете, я расскажу вам один пример. Я этот пример рассказала в одном из передач. И потом сказали, что вот буржуанадзе сказала, что пусть бы гаишники брали взятку. Просто не надо из контекста вынимать то, что я сейчас скажу. Было действительно ужасно, когда гаишники берут взятку. И вообще, когда люди берут взятку. Саакашвили это искоренил, безусловно. Но патруль, которая так восхваляется, стала политической полицией. Вы можете проверить. Вы можете просто взять и посмотреть хотя бы несколько дел. После 26 мая, когда массово арестовывали людей, которые принимали участие в митингах 26 мая. В 90 случаев это было обвинение оказание сопротивления сотруднику полиции. И в 90 случаях было указано, что человек оказал сопротивление полицейскому патрулю и сорвал третью пуговицу на сорочке. Это просто копипейстом было перенесено из одного дела в другое показания полицейских. Были изменены только фамилии. И 90% патруля давало ложные показания. Вот сейчас вы сами думаете, плохо, когда берут взятки. Но еще хуже, когда полиция выполняет политический приказ из-за того, чтобы получить высокую зарплату или премиальную, может абсолютно невиновного человека на 3-4 года или пусть даже на 10 дней отправить в тюрьму. Вот это сравнение Саакашвили и Лукашенко, которое я сейчас приводила. Как раз ваш пример очень кладется на это, потому что большинство протоколов ареста в Беларуси как раз под копирку написано приблизительно таким же самым образом. И термин «политическое животное», который вы использовали, писательница Светлана Алексеевич называла Александра Лукашенко «политическим животным». В Грузии, в отличие от Беларуси, люди могут не позволить своим руководителям нарушать Конституцию и править бесконечно долго, как это происходит в Беларуси. Вот сейчас 21 год у власти Александра Лукашенко, и в октябре пройдут президентские выборы, пятые уже президентские выборы. Мало кто сомневается в результате. А что бы вы могли сказать перед этими выборами, что бы вы могли бы пожелать посоветовать Александру Лукашенко? Вы знаете, мне сложно вообще давать какие-либо советы президенту другого государства и народу другого государства. Потому что, во-первых, я недостаточно хорошо владею ситуацией. Да, я знаю, что там не рай демократии, там есть серьезные проблемы. Наверное, нужно посмотреть очень с открытыми глазами, что хорошо, что плохо. И нужно об этом громко говорить, безусловно. Потому что закрывать глаза на проблемы, которые существуют, это ни в коем случае не выход. Что касается, как бы, что позволяет народ, а что нет, вы знаете, не надо идеализировать или критиковать какой-либо из народов. Наверное, у всех народов есть свои плюсы и минусы. В Грузии мы тоже слишком долго терпели Саакашвили. И я считаю, что мы терпели больше, чем можно было терпеть. Потому что все прекрасно знали, что происходит. В принципе, он смог напугать народ. Это тоже прекрасно на Западе знали. Но каждый лидер должен понимать, что... Вот это должен понимать каждый, кто приходит во власти, что власть не вечна. Она не сегодня, а так завтра заканчивается. Лидеры могут допускать ошибок. Иногда очень тяжелых. Но очень важно, что если они остаются у власти, чтобы они постарались эти ошибки исправить. Не закрывать на них глаза. А изменить реальную ситуацию и понимать, что хочет народ. Вот это очень важно. Я бы пожелала каждому руководителю каждого государства понимать, чего хочет его или ее народ. И что нужно народу. Если каждый политик это будет чувствовать, то и диктатуры не будет, и войн больше не будет. Это может быть немножко идеалистично, но поскольку все-таки 21 век, хотя бы минимально эти стандарты нужно придерживать. Александр Лукашенко недавно как раз был в Грузии. И практически первое его заявление на грузинской земле было, что Южная Осетия, Абхазия — это грузинская земля. Как вы оцениваете его позицию в этом конфликте? И то, что Беларусь не признала. Вы знаете, позитивно, абсолютно позитивно, потому что я вообще считаю, что у Лукашенко неоднозначная фигура. И то, что он смог сделать, это тоже нужно очень аккуратно посмотреть и оценить. Потому что он смог, с одной стороны, иметь очень тесные отношения с Россией, но, с другой стороны, я вижу, что он умеет и защищать национальные интересы. Была Беларусь. Я специально смотрела его интервью и как-то даже удивлялась, как он умудрялся, с одной стороны, поддерживать стратегическое партнерство с Россией, но, с другой стороны, очень жестко занимать позицию отношений тех вопросов, которые важны для Беларуси, как для государства. Между прочим, в этом же плане можно рассматривать и его позицию относительно Абхазии и Южной Осетии, потому что я прекрасно помню ситуацию очень быстро после признания России Абхазии и Южной Осетии, когда Лукашенко абсолютно однозначно выступил и сказал, что Беларусь не будет поддерживать независимость Абхазии и Южной Осетии, а Беларусь поддерживает территориальную целостность Грузии. Мы это очень ценим. Для нас это было очень важным. Я считаю, что белорусский премьер был важным для многих других государств и на постсоветском пространстве, и не только. Поэтому не ценить это мы не можем. Также, как, между прочим, я очень ценю, например, ту же самую позицию Российской Православной Церкви. Это очень было важным моментом и очень мужественным шагом, когда Российская Православная Церковь, патриарх России заявил о том, что Россия не будет признавать независимость Абхазской Церкви, и Россия также не будет способствовать переходу Абхазской Церкви под крыло Российской Православной Церкви и Московского Патриархата. Это было очень важным жестом, очень важным шагом, и я считаю, что это тоже должно быть оценено. Редактор субтитров А.Семкин